МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОНКУРС «Музыкальная семья-2017» КОНКУРС «Музыкальная семья-2017» КОНКУРС «Музыкальная семья-2017» Планируем выпускать линейку таких машин для 3D-печати из порошковых материалов. Специалисты «Росатома» разработали 3D-принтер. А теперь об этих и других событиях подробнее. 16 мая в администрации прошло плановое оперативное совещание главы с руководителями комитетов и муниципальных предприятий города. Подробности далее. В своем докладе Андрей Николаевич отметил, что коммунальным службам, экологам и пожарному надзору следует обратить внимание на несанкционированные свалки на побережье водохранилища в районах дачных поселков. В том направлении необходимо вести порядок. Как в плане экологического, так и в плане экологии. Ну и, соответственно, с нашим дорожным хозяйством. Инна Михайлова доложила о работе комитета по культуре, спорту и молодежной политике. 13 мая проходил третий турнир по ОСАМПО в городе Смоленске. Наш Денис Голочев занял второе место в воспитании спортивной школы. 14 мая в городском центре досуга коллектив «Форсаж» подтвердил звание образцовый хореографический коллектив. Вчера, 15 мая, на фок Десна приходили президентские игры по баскетболу 3 на 3. Среди учащихся принимали все школы. Значит, еще 13 мая, хорошие как бы новости от наших бойцов-поисковиков, в деревнях Садки Ленинского района бойцом поискового отряда «Высота» Николаем Головкиным были подняты останки красноармейцы и медальон, который удалось прочесть Коказей Алексей Григорьевич, 1906 года рождения, уроженец Алтайского края. Но уже найдены дальние родственники через список веков Алтайского края и уже прислали фотографию. Но теперь ведется розыск близких родственников. 19 мая в 15.00 в художественной школе защита дипломных работ выпускников художественной школы. Также 19 мая в 16.00 в городском центре досуга будет проходить международный ежегодный конкурс детского творчества «Зажги свою звезду». 19 мая в 18.00 в спортивной школе будет проведен выпускной вечер. Это официальное завершение спортивного сезона. Но очень много у нас тренеров работают и летом, так как летний сезон очень богат насыщен соревнованиями. И в мае месяце проходит всероссийская акция «Ночи музея». У нас она будет проходить в городе 20 мая, поэтому в этот день, в субботу 20 мая, работа музея как поискова, так и выставочного зала будет режим работы с 9 утра до 22 вечера. Председатель комитета по образованию Римма Овечкина сообщила, что в соответствии с законодательством детские сады и Дом детского творчества Десногорска прошли независимую оценку качества образования. С 17 апреля в городе Десногорске работал Общественный совет образования и представители Смоленского областного института развития образования по определению оценки качества дошкольных учреждений и Дома детского творчества. Хочу обратить внимание, родительские общественности, они могут ознакомиться с итогами независимой оценки качества как на сайте комитета по образованию, так и на сайтах дошкольных учреждений. Эта информация, я думаю, для родителей будет немаловажна, потому что они увидят, какое качество образования дает каждое образовательное учреждение нашим детям. И текущей неделе у нас очень активное участие наших детей в различных областных конкурсах. Ну, во-первых, наша команда, что он внутри будет представлять город Десногорск на президентских состязаниях. И хочу напомнить, что три года подряд именно город Десногорск представлял Смаринскую область на всероссийских олимпиадах в каждонародном лагере Огленок. Коммунальные службы проводят плановые гидравлические испытания систем отопления и водоснабжения. В детской музыкальной школе Десногорска прошел традиционный открытый областной фестиваль «Музыкальная семья-2017». Сколько семей приняли участие в этом году и кто стал победителем в нашем следующем сюжете. 16 мая в ежегодном конкурсе «Музыкальная семья» приняли участие 11 семей из Десногорска, Сафонова и Рославля. Семейный состав и возраст участников был самым разнообразным. Кто-то выступал в дуэте с бабушкой, некоторые ансамбли выступали под руководством мам. На сцену выходили семьи даже в полном составе. Самые смелые свободно держались на сцене без поддержки взрослых. Репертуар был настолько разнообразным, что помогал сразу определить вкусы конкурсантов. Жюри оценивали выступления по трем позициям – искусство мастерства, творческий вкус и артистизм. Очень сложно пришлось судить творчество юных конкурсантов. Настолько все они были по-своему хороши. Поверьте, нам было очень трудно выбрать лучшую из лучших семейных парк. Но тем не менее, я думаю, что те места, которые мы определили и те призы, которые мы сегодня будем вручать нашим музыкальным семьям, вы одобрите и вы согласитесь с нашими выборами. В итоге награды и призы получили все участники фестиваля. Дипломы лауреата в третьей степени вручили семьям Сергеенковых, Рыжиковых, Мещанских. Второе место разделили семьи Солошенковых и Соколовых. Первое место жюри присудило Десногорской семье Семеновых. Гран-при фестиваля увезли в Росноль талантливое трио сестер Головинских. Самым юным участницам Ире и Любе Луценко вручили приз за артистичность. Специальный приз зрительских симпатий от телекомпании Десна-ТВ получила семья Шилиных. Десногорскому детскому хореографическому коллективу каприз исполнилось 15 лет. Как отметил он свой юбилей, смотрите далее. Юбилейный концерт «Танцы на высоте 15.0» состоялся в зале городского центра «Досуга» 16 мая. Программа «Вечера» была представлена самыми лучшими, яркими и разноплановыми номерами всех возрастных групп коллектива. 15 лет назад хореограф Светлана Смирнова создала в городском центре «Досуга» творческий коллектив «Каприз». С тех пор каждый год к ней с большим удовольствием на занятия танцем приходят юные десногорцы. Сейчас коллектив состоит из трех возрастных групп. Его посещают 48 воспитанников. Самым маленьким в юбилейный вечер была представлена возможность показать, чему они научились на занятиях за год. Взрослые же участники коллектива покорили зрителей нежными, завораживающими танцевальными композициями. Танец «Зима» с фуалью уже не раз имел успех у десногорской публики. Вот и в этот вечер в зале долго не умолкали аплодисменты. За 15 лет коллектив зарекомендовал себя высоко как в городе, так и далеко за его пределами. Он не раз становился победителем муниципальных, областных и международных конкурсов и фестивалей. Все свои достижения и победы воспитанники «Каприза» продемонстрировали в этот вечер зрителям. Завершился юбилейный концерт поздравлениями. Главным подарком хореографическому коллективу «Каприз» на 15-летие от городского центра «Досуга» стал огромный торт, который выкатили на сцену на специальной тележке. Ребята были просто в восторге. И в завершении выпуска новости Росатома. Чтобы сократить изготовление сложно-профильных деталей и свести к нулю отходы, образующиеся при их производстве, при этом повысить прочность изделий и увеличить их гарантийный срок службы, специалисты разработали 3D-принтеры, печатающие металлоизделия любой геометрической сложности. Разработки специалистов Росатома в этой области уже готовы перевести отечественное машиностроение на новый уровень. На процесс селективного лазерного плавления можно смотреть бесконечно долго. Он завораживает так же, как горящий огонь и текущая вода. И совсем скоро его можно будет наблюдать не только в лабораторных условиях. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии утвердило первые национальные стандарты в области аддитивных технологий. А это значит, что применение 3D-печати в атомной отрасли и тепловой энергетики, в авиа и машиностроении, а также в других областях промышленности будет более масштабным. Но главное, что в основе производственных технологий нового поколения будут лежать отечественные разработки. В частности, в серийное производство будет запущен первый промышленный 3D-принтер, собранный специалистами Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Это первая российская установка. И, в принципе, это прорыв, на самом деле, в будущее. Имеем теперь возможность изготавливать сложнопрофильные детали, на которые уходило очень много времени. Кроме времени, 3D-принтер существенно экономит и материалы. Дело в том, что излишки порошка при выращивании деталей могут использоваться повторно. Отходов практически нет. Более того, 3D-печать позволяет создавать изделия сложной геометрии формы, которые невозможно получить с помощью механообработки или литья. При этом конечный продукт получается более легким и прочным, а главное – с более низкой себестоимостью, чем аналоги, изготовленные традиционными способами. Планируем выпускать линейку таких машин для 3D-печати из порошковых материалов. Будем двигаться в сторону увеличения производительности машины. Это, соответственно, добавлять и источники лазерного излучения, делать и двухлазерную, и четырехлазерную машину. Отечественный 3D-принтер уже сейчас пользуется большим спросом. До 2021 года российские промышленные предприятия и организации готовы закупить 15 подобных машин. В планах госкорпорации «Росатом» вывести новый высокотехнологичный продукт и на мировой рынок. Конкурентные преимущества налицо. Почти в два раза меньшая стоимость, универсальность в использовании исходного сырья и уникальная возможность применения сразу двух видов металлического порошка при печати. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistov.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания.